Приёмная комиссия Губкинского горно-политехнического колледжа, одного из старейших СУЗов региона, кузницы кадров для предприятий КМА. Здесь готовят специалистов по двум десяткам направлений, но неизменно высокий спрос на специальности горной отрасли. Главный плюс – стопроцентное трудоустройство. Плюсы то, что сейчас это большинство делают электрических машин, и в будущем больше мест появится на том, что вот у нас ГОТИ, больше машин будет, и больше вакансий будет на эту профессию. То есть больше шансов трудоустройства? Да. Потому что это как бы первая ступень, и с помощью неё я смогу пойти в институт и продолжить обучение по этой же специальности дальше. Но если конкурс на специальности горно-добывающей отрасли высок, на сопутствующие до двух человек на место, то среди строительных пока не добор. Я думаю, мы будем со студентами разговаривать, те, которые не пройдут по конкурсу специальности строительства зданий и сооружений. На данный момент группа набрана лишь наполовину. Хотя процент трудоустройства выпускников строительных специальностей довольно высок. В местном центре занятости подтверждают – строители округу нужны. А это уже Белгородский индустриальный колледж. Здесь кипит приёмная кампания. Уже принято более тысячи заявлений на 300 бюджетных мест. Вчерашние девятиклассники спешат решить первую задачку взрослой жизни. Выбрать профессию. На какую специальность планируете поступать? Хорошо. Сейчас мы посчитаем вашу средний балл аттестата. Никита Кривошеев теперь понимает, почему родители настаивали на хороших оценках в школе. У него средний балл аттестата больше четырёх. А значит, есть все шансы пройти на бюджет и получить профессию, которая будет не только по душе, но и поможет заработать. Решил поступать ещё в середине учебного года, зимой. На это направление лежит к душе. Всегда дома розетку починить, что-нибудь ещё такое сделать. Посмотрел, поспрашивал у знакомых. И мне этого достаточно. А что знакомые говорят? То, что зарабатывать хорошо буду. А вот Павел Васильченко увлекается программированием. Посмотрел сайты учебных заведений, выбрал индустриальный колледж. Здесь готовы научить одной из топовых профессий современного рынка труда. Техник со знанием аддитивных технологий. Оказалось, что она будет через несколько лет актуальной, поэтому я её выбрал. Это будет работа с 3D-принтерами, оснащение 3D-принтеров и их обслуживание. Поступил или нет, абитуриенты могут узнать, не выходя из дома. Все результаты открыты. Информация в режиме онлайн отображается на сайтах учебных заведений. Вот информация о приёме. Она вывесена, вот у нас здесь дополнительная, где показывают, на какую специальность, сколько набирается обучающихся, сколько на сегодняшний день желающих поступить. Плюс мы ввешиваем рейтинг абитуриентов. Директор индустриального колледжа Олег Шаталов отмечает, сегодня абитуриенты ответственно подходят к выбору будущей профессии, оценивают её рейтинги и востребованность на рынке труда. Его СУС каждый год бьёт собственные рекорды конкурса. Средний конкурс по колледжу составляет 4,3 человека на место. То есть мы, в принципе, можем говорить о том, что мы являемся востребованным учебным заведением, и все специальности на сегодняшний день пользуются спросом. Наибольший спрос, как это ни парадоксально, с конкурсом почти 5 человек на место 4,9, идёт на страховое дело. Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России Владимира Бурцева самое молодое учреждение среднеспециального образования. В новом статусе 5 лет. Здесь 4 направления подготовки. Кинология, защита в ЧАЭС, пожарная безопасность и правоохранительная деятельность. Последняя, самая популярная. Почти 5 человек на место. В целом же из без малого тысячи абитуриентов примут лишь пятую часть. Многие вместе приступить. Ко мне легче ударить. Один. Главное вступительное испытание по физической подготовке. Дистанции 100 метровка и километр. Подтягивания для юношей, отжимания и пресс для девушек. Екатерина Ахрименкова более 10 лет занимается художественной гимнастикой и кикбоксингом. Кандидат в мастера спорта по обоим видам. Неоднократная чемпионка всероссийских и международных соревнований. Спортсменка признается, других вариантов для поступления не рассматривала. Я решила именно остаться в Белгороде и пойти именно в этот колледж. Потому что мне самое начало нравилось. Еще в школе задолго задумывалась пойти сюда. И друзья, и родители, и близкие все отнеслись очень хорошо к моему выбору. Потому что в городе нужны помощники новые. И мало сейчас осталось людей в полиции, которые действительно помогают городу. Взаимодействие колледжа с будущими работодателями отлажено. У выпускников есть немало вариантов трудоустройства. С удовольствием берут их на работу в правоохранительные органы. Не только у нас в области, но и за пределами региона. Ребята, отслужившие в армии, пойдут на службу в МЧС, в управление Федеральной службы исполнения наказаний. Специалисты Управления профобразования и науки отмечают, что в этом году приемная кампания в техникумах и колледжах региона идет с большим притоком заявлений. Катализатор повышенного спроса – новые, привлекательные для абитуриентов направления. Большое количество новых программ, которые входят в список топ-50 самые востребованные, наиболее перспективные профессии и специальности. И 48% техникумов наших и колледжей пролицензировали эти программы. И поэтому мы сегодня понимаем, что ребята имеют возможность все больше и больше выбирать самые востребованные, самые перспективные профессии. Сейчас пока нельзя подвести итог приемной кампании на среднепрофессиональное образование. Первые приказы о зачислении будут после 15 августа. Но уже понятно – высшие учебные заведения проигрывают СУЗам в спросе со стороны абитуриентов. Тот процент ребят, которые выбирают после 9 класса систему среднего профессионального образования, он будет сохраняться. В прошлом году эта цифра равнялась 53%. Всех выпускников девятиклассников пришли в техникум и колледжи. То есть мы уже перевалили за 50%. Интерес к системе СПО, он повышается. И в этом году мы планируем, что такая тенденция будет сохраняться, продолжаться. Сергей Шрамко, Наталья Войтенко и Екатерина Равенских. Программа «Такой день» на Мире Белогория.